Всем привет дорогие друзья, меня зовут Александр, компания Агрожилыня, мы официальные представители немецкого завода КВД, который находится в Германии, который изготавливает агрегаты по технологии Култан. Кто не в курсе технологии Култан, это инъекционное внесение жидких азотных удобрений. Сегодня мы находимся в Донецкой области, на одной из предприятий компании Beta Agroinvest, Донецкая область. Сейчас мы находимся на поле подсолнечника. В 2021 году впервые официально закладываем, скажем так, по всей Украине опыты именно на культуре подсолнечника, потому как до этого закладывали только по зерновым культурам, рапсу и кукурузе. В этом году заложили еще по подсолнечнику. Здесь два поля граничат буквально через дорогу. Хотим посмотреть, какая будет урожайность в итоге. Ну и сейчас я хочу представить руководителя хозяйства Иволга Виталий Анатольевич и главного агронома Мищенко Василий Петрович. Скажите, пожалуйста, как закладывали опыт, как это происходило, что в насилии и так далее. Я думаю, что много кому будет интересно. На данном участке поля у нас 85 гектар. В поле заложен опыт систем по технологии Култан. Вносилось аппликаторами АПИ-6. То есть рабочие органы, смещенные по 5 сантиметров от каждого растения, по 150 килограмм на гектар. Было внесено касса и рядом поле у нас находится, внесено культиваторами с такой же нормой. Дальше будем смотреть, что покажет каждое поле по вырожайности и вы его видите уже в цифрах. Скажите, пожалуйста, всех интересует, в какую фазу вносили именно по подсолнечнику? Сейчас в Украине практически нет опыта по подсолнечнику работы Култана. А в Европе так тем более, у них практически не выращивают. У фазы было 2 настоящих листа, 2-4, то есть 2 пары листьев настоящих. Это оптимальная фаза, потому что касс не попадает на листовую поверхность и не делает ожоги растения. И сколько по времени получилось поработать? До какой фазы? То есть хотя бы по времени, допустим, это было 10 дней, 20 дней. Вот с этой фазы начали работать и докуда, чтобы не повреждать растения? Ну, где-то паза до 6 листьев, да, потому что дальше будут ожоги, соответственно, на листовой поверхности. Травмы растения, что будет снижение урожайности, а не повышение. Но у нас уже ожогов не будет. Нет. Мы же реакционно вносим. Скажите, какие гибриды Силе Петровича? Гибрид здесь посеянный Честер, мы его сеяли 8-9 мая, напротив гибрид Розетта, мы его сеяли 7-8 мая. Разница тут день-два. Ну, посмотрим по урожайности, какая будет урожайность, где культиватором, где культанами. А что гибриды, разные гибриды, они закладывают, ну, дают какую-то максимальную урожайность? То есть потенциал, да? Потенциальная урожайность у каждого гибрида свой присущая, это как бы идентичное по урожайности. Да, гибриды, которые подбирали, как идентичные. То есть они одинаковые по потенциалу, грубо говоря, урожайности, да? Просто разного производителя, грубо говоря, да? А так они практически идентичны, да? Да, это просто по классической технологии, а то по евро-лайтинговой. Просто такие отличия, а так они по принципу похожи. Отлично. Я думаю, что будет интересно узнать результаты, обязательно к вам приедем. Я думаю, всем это интересно. Да, всем интересно, конечно. Всем интересно, какие будут результаты, но у нас были, скажем так, неофициальный опыт. В прошлом году в фермерской хозяйстве на Западной Украине, в Каминсподольском районе, они по подсолнечнику поработали, култаном. Обратная связь была, что очень хороший результат они получили. Больше, чем у всех остальных в районе, и там на порядок больше, практически на 5-6 центнеров. Максимального результата, который был у соседей. Интересно, как проявят здесь Донецкую область, ну в принципе по Украине, именно по подсолнечнику. В сентябре мы обязательно приедем, заснимем уборку, заснимем весы, посмотрим, какая разница между традиционным методом внесения и технологией култан. Как раз между гибридами будет понятно, какая может быть разница. Но здесь практически култаном все поля сделали, да, по подсолнечнику, либо как-то пополам. Нет, 570 гитар. 570 гитар. 570 гитар. 1551 гитар. На подсолнечнике меньше намного времени, для того, чтобы не стекут. Не так, как на пшенице, да, что на пшенице там есть и 20 дней, грубо говоря, можно работать. Да, здесь таких больших сроков нет. Надо быстро справляться. Все, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. А, кстати, мы к вам приедем обязательно еще по уборке пшеницы. Пшеницы. Да, здесь на данном хозяйстве... Рады вас видеть, приезжайте, да. На данном хозяйстве агрегаты работали полноценно всю весну по зерновой группе. У нас в основном все внесли поля, кроме двух полей. Там мы для опыта два поля внесли опрыскователям. Отлично, как раз будет с чем сравнить. Все, ребята, всем пока. С вами была компания Агроживания. Всех до новых встреч.